Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на Ческом.ру с вами говорит гроссмейстер Алексей Армалинска продолжаю работу над партиями турнира претендентов похоже переваливаю за экватор по моим подсчетам значит это третий мой ролик из четвертого тура значит это вот ровно половина значит у меня уже 14 партий позади и впереди еще 14 надеюсь что вам смотреть это все интересно я в своих комментариях в основном опираюсь на на нашу работу вживую вместе с гроссмейстером владимиром добровым когда мы сидели из первого до последнего хода смотрели все партии турнира рассказывали об этом здесь на час комру если кто-то пропустил ну вот у вас есть возможность в общем то посмотреть на все это на эти партии уже как-то в более таком сжатом варианте и надеюсь что эта работа не не впустую ладно значит сейчас у нас ваш его граф против грищука разумеется шахматисты принадлежат числу претендентов на победу в этом турнире заслуженные очень титулованные и очень сильные шахматист так вот что у нас здесь получилось грищук снова идет на берлинский вариант наверно это вашего графа не удивило разумеется александр применил применил берлин уже против я на не помню еще в одном из предыдущих туров то партии во втором туре это было она закончилась ничью и в общем там у грищука никаких проблем не было дошел от когда я разбирал я я понял что по позиции у черных реально было преимущество просто недостаток времени и какая-то вот такая вялость на старте которая ощущалась в игре александра не позволило ему рассчитывать на больше но тем не менее максима не смутишь этим делом он он такой боец вот он да существует берлинский вариант да и маршал существует но тем не менее он позиции свои не сдает он будет продолжать смотреть что-то пробовать вот находит может быть какую-то брешь небольшую вот как вот вот это его идея в маршал да помните он играет d3 я помог говорил об этом в одном из своих предыдущих видео сон не надо 4 видео зачем я сказал такое слово видео вот он не на d4 пешку ставит она d3 и потом там конкретном варианте он ее отдает назад и получается какая-то странная позиция которая на самом деле черными немножко трудно играть вот я мне кажется говорил упоминал победу раджабова на это день лежения это вот типичная работа ваше еваграма вроде бы процент побед может быть будет и небольшое то есть сногсшибательные новинки придумать нельзя их просто нет но он продолжает в одну и ту же точку и время от времени но может быть одну партию из трех одну из четырех он все-таки выигрывает главное без поражений главное без поражения я думаю что в какой-то момент противникам это все дело надоест и они перестанут на это идти против против французов то есть вот такую работу максим ваш килограф делает за всех за нас а мы ай берлин мы не хотим смотреть но мы ленивые конечно а он нет так вот значит все это повторилось я уже об этом рассказывал поэтому давайте просто до этой позиции дойдем кстати максим мне кажется все это придумал за белых вот это вот а3 сдвоенные пешки то есть он основоположник просто какой-то какой-то вообще отец всей этой идеи ну вот что раньше аж три раза он ходил здесь конь е4 все против одного противника вот так развивались партии противник его был хикару накамура но разумеется эти партии наверное все были в блице может быть какие-то были вообще по по интернету но тем не не важно люди играют они хотят выиграть чем партии конечно стоит более внимательно рассмотреть кому-то у кого есть сила желание разбираться с берлином вот король аж два не помнящий играл да если не ошибаюсь уже в голове все перепуталось так трудно запомнить эти конкретные ходы но неважно было сыграть сразу же 4 но вот здесь значит своих интервью я думаю что это было после партии с не помнящими с не ошибаюсь александр горячук сказал что позиции очень сложные для понимания и даже вот он хотя анализируем это все часами там днями неделями все равно но вот как-то не не совсем понятно все равно очень много деталей нюансов и здесь опять же было потрачено сына грандиозно несуразное даже количество времени александр в 50 минут он сидел на этим ходом над этим ходом можете я перепутал мне кажется что вот здесь он очень долго сидел причем были но опять же даже вот я думаю даже грищуку трудно запомнить точно все эти партии поскольку они все смешиваются сливаются в одно поскольку позиции то очень похожи вот это было гири накамура это они играли на этом гранче store там в хорватии но идея главная опять же в том что черные все время хотят на е6 конечно бить владею не только потому чтобы это владею не потерять на 6 но просто вот в этой структуре когда они берут на е6 владею там есть контратака против пешки е5 а если вынуждены брать пешки тогда контратаки не будет и у белых очевидное пешечное большинство там же аж против же вокруг этого все крутится конечно но вот такие вот маневры накамура все хикару такой ловкий паренек захватил просто белая поля полностью взял все под контроль теперь у него и и слон стоит на d5 нормально а главное после этого хода который а нишу пришлось сделать чтобы не потерять пешку теперь-то слон на d5 не висит и вообще гениально c5 и ладья выскакивает на а6 но я не знаю то есть как-то они доигрались до ничьей на 39 ходу но меня начинает беспокоить позит положение белых в этой ситуации ну что очень сильно накамура разыграл дебют так он есть тем очевидно не ошибка ну вот так вот значит какой подтекст партии вашего граф игра очень быстро он каждым своим ходом показывал что он во всем уверен и все у него проанализировано может быть и так даже трудно определить где у него заканчиваются анализы а где еще продолжается потому что все равно максим состоянии очень быстро принимать решение и и делать трудные решения жертвовать как вот в этой ситуации не просто обороняться но александр конечно он играл медленно тем не менее делал он ходу принципиально забрал на эту пешку и теперь выясняется вот чем план белых да они хотят сдвоиться по линии f и атаковать пешку на f7 но тут уже где-то здесь когда вот мы увидели эту позицию мне мелькнула такая мысль что если если особенно это можно сделать с темпом то белые ведь могут на всем и качество пожертвовать вот эта конструкция ну скажем условно говоря вот пошли король если мне не говорю что водя бета всем лучший ход может быть вообще ход плохой как идея вот взять пожертвовать качество потом на c7 взять ладья белых вырывается мощного чем состоит конь на g5 там слон на f4 это такой кулак там все будет защищено вот это вот и такие идеи начали появляться александр ответил правильно время конечно он израсходов очень и очень много но хода как я повторяю качество ходов на очень и очень высокая он пошел так с идеей контратаковать пешку на g3 и получается так что если логично король h2 тогда черные идут конем вперед но уже бить надо поскольку на е5 висит а теперь так вот если сюда то ладья е6 позиция все равно остается сложный поскольку не совсем понятно стоит ли черным так сразу бить на е5 ведь белый слон потом с b2 сможет атаковать эту пешку на g7 да после 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 размера на е5 может быть надо подождать но белый тоже усиливается чем идет такая грандиозная битва какая-то уж не знаю честно говоря учитывая расход времени грещука сумел ли бы он выдержать такого рода напряжения и таких позициях трудно играть когда у тебя нет времени поскольку конкретных вариантов нет они где-то вот могут появиться в любой момент уже все время все считать на каждом ходу очень трудно делать ответы быстро если у тебя только 30 секунд а уже основного времени нет тяжело очень и очень тяжело так давайте вернемся партия была сыграна ладья f5 людей этого хода простая конечно пойти аж 5 оттеснить черную ладью вот тогда горячук ответил слон c4 это очень сильный ход нарушает немножко взаимодействие белых фигур мы посмотрели с владимиром на ход ладья f2 он нам не понравился черная ладья врывается шахом атакует атакует его слона там ведь еще какие-то идеи есть белый король может попасть даже в какую-то матовую сеть вы смотрели свон d2 ну здесь скажем на комбит f7 есть такой удар вот как ни странно я скажу такого рода варианта вот на малом времени легче считать но все-таки шахматист особенно такой как грещук который конечно не паникует только потому что у него там мало времени на часах он опытный в этом отношении полностью фокусируется и в этот момент как мне рассказывали вот я читал даже в книгах вот знаменитый цветночек был у нас шестикратный чемпион америки волтер брауни много с ним играл правда уже можно сказать на закате его карьеры тем не менее он оставался верен себе и своим принципам так вот он даже говорил вот о том что вот этот стресс который он испытывал в цветнотах это вот ну это вот позволяло ему там достичь вот какой-то вот какого-то идеального такого идеала в шахматах но наверное это адреналин да и все это я не знаю тут вопросы чисто биохимические ну по крайней мере зная только то что видят люди все очень быстро и удивительным образом аккуратно и как раз ошибки в цветноте происходят тогда когда каким-то путем шахматист сбивается с темпа но вот так вот вперед максим максима огромный перевес во времени больше часа и он добавляет с другой стороны теперь свон выходят шахом на а3 александр уже делать было нечего с практически практической точки зрения он должен был вызывать вот эту тактику потому что иначе просто не смог бы сделать хода и он пошел так и последовал довольно быстро меньше чем две минуты потратил француз на этот ход свона 3 шах мы просто не успели вот как комментаторы что же вы теперь задним числом вы же этого не видели но извините но дело в том что если бы максим посидел бы подумал я не помню уже в какой момент мы на эту партию переключились может мы что-то другое смотрели но если бы максим посидел подумал бы то может и мы бы подумали и тоже нашли бы ход водя е4 ну или по крайней мере ведь ход принципе его найти не трудно но атакующий ход вы нападаете на слона но должен попасть число ходов кандидатов идея разумеется в том что после b5 все складывается как нельзя лучше вот это вот идея она мелькала мелькала все время в разных вариантах идеальная для нее прошу прощения трактовка для этой жертвы качества все просто стоит блестяще у черных влади стоят пассивно и конь стороне белые наверняка выиграют партию чудесно значит вот если вот этот вариант найти тоже все-то глаз не оторвешь будешь смотреть до конца подумаешь ага они пойдут слон е6 ну да вот здесь на 4 бить плохо поскольку взять она и в 5 черная ладья берет пешку на аж 5 все-таки много пешек отдать недостаточно иметь две фигуры за ладью значит надо больше давай смотреть на это пешки вынужден взять чтобы фигуру не потерять тогда шах отступил как саде как черные стеснены им для ладью на d8 не поставить да просто им даже грозит маты какие-то грозят ладья приходит на f7 потом на е7 кстати объективно говоря у черных проиграна здесь ну правильно как можно держать пешки же аж невозможно контр игры никакой нет в общем я не знаю почему я говорил про нас добровым ну ладно ну дело какое ну чтобы там какое-то время мы какое-то свое пытаемся поддержать или еще что то ну не важно не заметили не заметили ошиблись не ошиблись но для игрока в такой ситуации для максима но это все-таки было бы очень важно хотя держав победу вот в таком стиле он мало того чтобы он вышел бы в лидеры в турнире так он еще и конкурента грищука бы сразу отбросил бы в минус ну может еще не похоронил бы совсем но конечно это очень важнейший был момент в турнире но вот быстренько было сыграно свона три шага опять же я не хочу вот обвинять максима в том что он поверхностных там какой-то но это ну вот этот баланс его очень трудно найти задумчивость она тоже добра не доводит вот может быть просто как-то как-то не угадал что ли или просто затмение вот не попал вот ход воде и 4 в поле зрения ведь принципе не нужно же сидеть и очень долго думать чтобы его найти хода они сами 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 себе приходят наверное был сфокусирован полностью на этом шаге свону теперь пошло и поехал как грещук был доволен ведь все его хода вынуждены просто все хода вынуждены он себе накопил время и нужно было бы сделать тридцать пятый ход а у него там на часах минуты три уже наверное образовалась после вот этих 30 секундных добавлений но ситуация на самом деле остается еще тревожной пешек поровну но 4 ваде на мэш при короле немножко болтается под шахами это проходная идея и в общем то белые могут начинать забирать пешкой у них перспектива на королевском фланге хорошее g4 h5 что нужно делать контратаковать блестящих вот опять вот когда этот ход был сделан мы поняли с владимиром что грещук эту партию не проиграет наверно так понял вы максим поскольку он задумался нашел интересную идею вот этот вариант прямой его не удовлетворил ну черные играют примитивно опять же уже не важно теперь сколько них времени на часах поскольку все ходы будут сделаны мгновенно ну придем сюда ну и что теперь когда белые уже играют без одной воде еще должны беспокоиться где-то не потеряется ли пешка на c2 объективно говоря никаких шансов у белых нет на выигрыш максим попробовал такой шах но опять же элегантно я уже говорил о том об артистизме вот как фигурном катании вот я честно говоря не знаю так давно его не смотрел раньше давали ну за техническое исполнение балла да и за артистизм вот максимум всегда нужно добавлять за артистизм вот и ну король е7 тоже артистичный ответ на самом деле можно было так пойти поскольку король не оттеснялся на восьмой ряд он на и в шесть ходил уже нет матасов один белого девушка то есть тоже это было бы нормально но король е7 неплохо и теперь главная задача не пускать эту ладью на седьмой ряд время есть двигаем свое вперед а напал мы защитили ну в общем максим уже ничего здесь не оставалось как форсировать ничью сделаны были вот такие ходы уже после контроля все аккуратно было учтено и исполнив всю обязательную программу соперники согласились на ничью что ж грандиозная была битва близок близок был французск успеху очень принципиально действовал пошел на вариант который очевидно противник знал и успешно применил уже но были свои идеи жертву пешки на ц3 в общем все это очень очень было интересно с точки зрения грищука повезло повезло не не начнись вот этот форсированный вариант можно ведь было бы хода и не сделать или что-нибудь зевнуть по дороге ладно ничья спасибо вам за внимание с вами был гроссмейстер алексей ермолинский 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 Продолжение следует...